И начинаем с новой. Ничего не поменялось в плане модов. Единственное, что я, наверное, возьму... Заступников. Погнали. Да, максималка. Это второй XCOM. Это уже, наверное, третья, кажется, часть трансляции. Я всё пытаюсь вспомнить механики, вспомнить всё. Ну, вспомнить базу, на самом деле, только... Начинаем с первой миссии. Она разогревочная. Первые бойцы, кажется, действия... Боевые действия будут происходить, да, в метро или где-то там. Это похоже на... Ага, и у нас маскировочка. Да-да-да, это заброшенная станция метро. Это первый самый трай, до этого ничего не было, как обычно. Так что... О, кажется, увидели кого-то. Кажется, как сразу... Да как? Не понял. Я не понял. Вот что это такое. Тут пробуем добиться фланга. В результате у нас, конечно... Ну, как так? Ну, что ж вы не попадаете-то, ребят? Ну, 70, 80, ну... Три дезориентации работают. Меньше всего я опасаюсь ближних. А вот те дальние... Сектоидик, там, один тяж. Царапинка. Ну, и Туберок Азии так и должно быть. Нет, к сожалению, перед... Поменялось. Туда стреляют. Да не, ну как так, ну... Ну, погнали. Говорим. Первая миссия самая простая. Да. Но когда пулишь сразу всю карту, это не очень просто получается. Так, открытая карта. Есть крыша. Двигаться куда? Мы с угла? Мы почти что с углом. Да, я думаю, что на норме все будет. Уже кого-то сразу увидели, смотрите. Главное, чтобы не спулить. Обнаружен. Долго мы справляемся с ними. Они будут стрелять, но у нас фулкавер. У них, правда, тоже... Блин, да. Попадают. Овер. Кромах. Попадание. Еще, еще, еще кто-нибудь нет? Фланг. ГГшечка. Понятно все. Да, вот так вот. Ну, опять поторопился, спулил раньше временем. Побежал, думал, никого не будет. Хренас два. О, я помню на этой. Да, Лисориус Михаил Лисецкий. Узнал просто как сразу. Пользуясь случаем, передаю привет Михаилу Лисецкому. Ага, и вот сразу враги. Ну, позиция у нас здесь хорошая. Так себе, конечно. Ну, ладно, поехали. Смотрим, сколько мы заденем грянкой. Кажется, троих. Одного! Не, ни одного. Два их, как минимум. Троих. Понеслась. Раз. Ну, 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 ребят. Два. Царапины. Минус один. Промах. Ты что ж вы делаете? Еще, еще, еще. Хорошо. У меня, я специально оставил одного на, на пострелять. Гарри Армаков подержат. Хорош. Уже хорошо. Красный туман работает и так, и так. То есть, и на наших, и на их врагов. Ну, в смысле, бойцов. Два раза попали с низкой вероятностью. Офигеть. Это ребята с... Это Лисориус, кстати. Между прочим. И давайте попробуем вахтерам добить все-таки. Зачем подхожу? Видимо, для увеличения вероятности. Он так, я мог дважды выстрелить где-то с вероятностью 70. А так один раз 85. И очевидно... А, нет. Стреляй, беги. Он уже работает. Им вообще фланговать нужно. Запомнили. Им нужно фланговать. Фланговать, стрелять. Крюк. И выстрелы вот эти вот халявные. По два выстрела, по три выстрела. Так, первую миссию с горем пополам. Хотя без ранений вроде бы, да? Или одна царапина у нас была у кого-то. В смысле, одно легкое ранение. Возвращаемся домой. Повышаем звание. Скорее всего, идем на черный рынок. И сразу же купим кого-нибудь. Местность операции больше, чем обычно. Может потребоваться больше времени на выполнение задания. Поехали. Первая миссия на освобождение сторонников сопротивления. Три человека. Задача добежать до эвакуации. Осмотреться. Освободить щеглов. И после этого... Более того, собираемся... Что? Вот это подстава, капец. Вот это эвак. Мать моя женщина. А, два хода. Я могу вызвать эвак в другом месте, да? Фух. Я же могу эвак вызвать? Мне же говорят, через два хода, да? Все, 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 все. Короче, забиваем на эвак резнутый. Идем в этот угол. Вызываем... Ну, вы... Короче... Да это нереально. Там под... Если подкрепа еще... Каждый ход будет. Я пять ходов буду идти, то тут человек пятнадцать успеет прыгнуть на меня сверху. Два пака сразу. Как не вовремя, второе вышло. Понеслась. Раз. Минус секторит. Промах, ну какой промах? Так, эти двое хорошо рядышком. И овердым. Так, ну, во-первых, вызывая сразу эвак. Эээ... А где эвак? А, это ниндзя. Ниндзя невидимый. Подожди. Нельзя вызвать эвак! Отметьте, говорит, зону эвакуации. Охренеть. Да что за... А что... Почему так? Нет эффекта, да? Давайте пятьсот процентов. Не дотянули чуть-чуть. Ладно, открыли дверь. Самое главное. Для этого специалиста я взял. Но сейчас мне придется, во-первых, пытаться убивать два пака. Во-вторых, есть третий. В-третьих, есть еще подкреплением. Просто постреляем. Блин, там недонанелось, нанес минималку. Ну, сейчас время молиться. Двое дезориентированы. Один слева побежит, потому что фланг на тот овер есть. И он мажет, блин. Капец. И сейчас мне прилетит. Повезло. Так, подкрепа вроде не каждый ход. Остался один из двух паков. А, еще один пак сзади. Как не вовремя, два дрона, правда. Гранаты надо готовить. Эй, они разлетелись. И стреляют сразу. Да как? Да блин. И сейчас могут нельзя убить просто. Капец. Жопа. Ну, смотрите. Вариантов несколько. Первый, наиболее реалистичный, это мы просто... Просто пытаемся свалить. Зная, что это последний третий, что подкрепы, нам просто нужно бежать. Бежать достаточно быстро, чтобы нас просто не... Дроны не догнали. В целом, учитывая дистанцию... И отсутствие врагов больше, да мы... Да, максимум уже. Я думаю, это самое... Самое правильное, что мы можем сделать. Не перезаряжаться. Просто бежим на полную катушечку. Какой флэнк? Какой флэнк? Ты за кавером стоишь, алло? Вы издеваетесь? Там же кавер. Да ну нафиг, серьезно. Минус 2. Просто минус 2. И раненые. И этот давит, гад. Да, друзья, тяжело. Это еще более сложно. Хотя посмотрим, где Ивак будет. Нам нужно эвакуировать Випа, контролируемого из города. Сразу мы под... Вот сюда надо было ниндзю брать с маскировкой. Там, где базовая маскировка, туда он не обязателен. А вот там, где нужно эвакуировать, там он важнее. И сейчас будет такая дикая аркада, такой дикий рандом. Потому что нас будет на одного человека меньше, а противников будет столько же, но мы будем без маскировки. Да, нам нужно только до Ивака добежать. С одной точки на другую. Эвак достаточно далеко, на крыше. Да, и маскировки нет. Только не говорите, что через центр идти. Нет, через право идем. Попробуем через право пройти. Хотя, блин, все равно такая аркада. Погнали. Риск. Аркада, я бы сказал. Ай! Причем два пака. Так. Беда. Стоп, а на дрона будет действовать огнемет? Кстати, хороший вопрос. Но мне жечь там опасно очень. То есть тут, скорее всего, гренка нужна. Дрона я больше всего боюсь, ввиду отсутствия специалистов. Оглушение, дезориентация. Ну, слушайте, випа мы, скорее всего, спасем. Зомбаря поднимают. Но сапресс сняли. И, соответственно, будет фланг. Нет, как ты видишь? Серьезно? Как? Там же крыша, алло. Что за жесть? Как ты? Как такой угол? Там что, крыша просвечивается? Я не пойму. Стеклянная? Я специально увел таким образом, чтобы с той стороны... Короче, спасли мы випа кое-как, но... Это какой-то... Нехороший, в общем, человек. Два раза сейчас стреляли в... Ну, на этой миссии. Один раз через пол, другой раз через этот самый. Через машину. Ну, ну... Я реально випа мог отдать просто из-за того, что... Человек решил, а почему бы мне через пол не подстрелить его? Ладно. Мы получили одно легкое ранение, спасли випа. В целом, миссия прошла значительно лучше, чем предыдущая. Но... На такие миссии эвакуации випа обязательно нужно брать ниндзю. Надо запомнить, обязательно брать ниндзю. Ну что, захватите предметы с транспорта. У нас 4 человека идут сюда. Ну, уже лучше, согласитесь, да? Чем вчера, позавчера, позапозавчера в первой части. Да, взрывы контейнера 8 ходов. Плюс эвак. Двигаться нам нужно очень бодренько так. Давайте оценим для начала вероятность взлома. 86% отключения. Вообще не верняк! Вообще не верняк! Ну, если что, сразу тыкаешь эвак, и все. И что делать? Если он сейчас от тебя не улетит, то извините. Тебе говорили, что при парьерах это раздро ресурсы, не исследования. Да-да-да, говорили. Тебе говорили, что тут без подсказок? Без спрошенных. Давайте. 79% взлом. Ну, конечно! Все, валим отсюда. Ну, мы-то его убьем, понятное дело. Но что будет после того, как... Давай сразу эваку, наверное, сюда. Пять ходов. Понятно. Кричит. А-а-а! Мирные тут еще внимание привлекают. Они просто бегают. Упыри. Они еще внимание привлекают. То есть пакет с данными я не достану. Куда ты мискликнул, Миша? Ну не торопись, сейчас зальешь все. Просто мисклик на одну клеточку. Ну, протокол блокировочки, наверное, тут. Все-таки. О, управление врагом, 50%. Ты с модами с... Под контроль, 50 на 50. Е-е-е-е! Дроны нам подчиняются. А может сейчас рванем вперед, а? За нас дроны. Откроем данные, выгрузим. Сейчас рошанем дроном полностью. Он же бронированный. Или бронированный. Как бы не взорвался. Я зря прячусь за... Ой, я зря прячусь за цистерной. Минус один. Как же хорошо гасит пулеметчиком. Дроны стреляют. Ну, если бы не начало, я бы тут, наверное... Все, можем эвакуироваться смело. У нас есть два хода. Ой, дрон открывает дверь. Я не знал, что так можно. А специалист может? Специалист не может. Ну, а что он не может? Ему нужна, видимо, прямая видимость. Я бы бахнул протокол блокировки. Или попробовать нарандомить все-таки контроль. Контроль бы мне очень помог. Не надо отключать просто. Ну, там 40%. Ну, вот в такие моменты думаешь, да, надо было брать. Хватило бы мне. Черт. Оглушение 4, это же тоже на два хода? Да, это два хода. Оглушение 2, это на один ход. То есть, это два действия, так скажем. Ну, опять, миссию мы запороли. Но начало было хреновое. Сразу же этот отсутствие взлома на 89. И все, и понеслась. И при этом, при этом, даже в такой ситуации, учитывая то, что у меня было 8 ходов, ну, 7 ходов где-то. И вся неочищенная карта, убога мне говорят, убога, мы все равно с вами никого не потеряли, много людей убили, почти нам полходика не хватило, чтобы собрать эти разведданные. Погнали. Много взрослых веществ. Набор ресурсов. Погнали. Это мы приехали за крейтами. Смотрите, задача какая. Собрать леймингами как можно больше... О, отроди с нами играет. Это же профессионал. Собрать как можно больше контейнеров. Инициацию сделать прям такую... Красивую подывак. Ну, то есть, инициируем и убиваем сразу какое-то количество людей и жмякаем эвак. Где-то в нейтральном месте. Ладно, ждем. Сидим вроде хорошо. Как только я контейнер просто дерну один, неважно где он будет находиться, сразу они встрепенутся. А мне бы хотелось инициировать нормально их. То есть, чтобы они... Ну, они сваливают. Вот, почему-то только часть карты. Ну, это провокация чистой воды, ребят. Но я не могу на это смотреть просто так. Погнали! А, огнеметы уничтожают добычу. Ну, я не знал. Погнали. Так, первое, что мы делаем, это, конечно же, собираем добычу. Шесть. Шесть. Достали сразу же. О, Кроу. Крови неправильно написано, кстати. Красава, Кроун. Забрал адвент еще два контейнера. Ну, я считаю, что честно, мы семь штук утащили больше половины. Больше половины. Девять, точнее. Восемь. Да, из двенадцати, из двенадцати утащили. Сколько? Правильно. Восемь. Две трети. Ну, все, Ивак спокойно. Ой, выходят враги. Может, еще кого-то на овере убьем. А может, не убьем. Сайтите. Давайте, стреляем, 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 стреляем. Четыре. Еще, еще, еще будет выстрел. Да, да, да. Хорошо. Уже одного. Ой, еще, еще, еще. Отлично, дрона. В целом, можно эвакуироваться, но, я думаю, постреляем еще ходик, и до подкрепления у нас есть. А потому что, почему бы и нет. Взял. Хорошо. Безупречно написано даже, понимаете? Безупречно. Даже всех врагов почти убили. Вот те двое до подкрепления, это были последние. Только добыча там уничтожила разок. Что, блин? Серьезно? Какая грязь. Вы видите? Карта просто громадная. Нет? А почему не переключался ты? Хорошая игра пугать, слышишь? Я нажимаю табуляцию, а не происходит переключение. Два варианта. Либо это последний человек, которым ты... А-а-а-а-а, это снова ты. У нас там оказывается дрон. Ну, чтобы не спрыгнули, там зеркало и стекло не треснуло. Три человека здесь. Дрон слева. 15 ходов просто в никуда ладно гораздо важнее будет миссия террора следующем чет не сильно скинули 2224 погнали это что-то вроде террора насколько я понимаю тут безлики в прячется в мирных кажется народу очень много у нас тоже немало ой капец сразу не сразу милишники нет ёпы рэс это шагом нельзя сделать оказывается на этих миссиях я думаю нужно так кидать что она выцепляет там столько здоровья господи как не убивает 20 человек я увидел только первых шестерых пятерых 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 и мне уже плохо бежит овер 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 он что добежит что-ли в мили добежит охренеть оглушение ладно только это должен бежать эти не должны бежать стоять да как ты ты серьезно пошла жара ребята можно как бы промахиваться хоть немножечко там кто-то идет еще она делает как ты видишь даже full cover алё это же машина в полное укрытие этот загорелся все это паника пошла у них я не вообще не понял вот эти вот моменты мы же здесь стоим под полным укрытием вот она полное укрытие каким макаром змея меня видеть видит вообще я уже не говорю про то что дерево скорее всего в первой части помешало бы и посмотрю видеть жесть ну это полная аркада просто сразу ранения тут мы в двух шагах от двух смертей овер 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 блин учишься в спину надо таки попадать а потому что тут негде спрятая овер овер там издаться не был один хит и сереже ну это все это все вот на такие миссии нужно прям топовый отрядами ух дмитрий михайлов каким-то чудом уже живет 5 ход ли over watch 1 блин 7 урона в лицо просто фуловый был с этим с наносплавами с жилетом на на минус пекарь это ужасное зрелище просто 3dg так ну что мне заступники мне понравились очень хорошего в плане строительства они работают дичь какая да раньше на эти миссии ты просто просто брал максимум врагов и все и а тут плюс один тир это очень сильно ощущается что как что куда ты пас куда ты встал да там без без кавера стоит человек чтобы с паком справа разобраться но кажется уже не успела или успеем так стоять ой все короче а как обнаружил кого обнаружили стреляй пацаны 4 минус 1 еще 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 2 а а только один промах пока что 3 куда ты стреляешь еще попали почти пак расстреляли 2 2 2 пачки слуха что неплохо 4 из 3 а правда счастлива согреться там еще две пачки одна с поляна бежит офицер офицеры офицеры на она это плохие офицеры и еще over у него двойное действие ой ошибка мой как работают ребята это ребята это победная тема это победное сто процентов у сейчас по дрону попадет почти блин фаерлор промахнулся только у такие ракурсы классный дрон так улетают дизориентация пошла об 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 пробежался вот было все кто эти хорошо первом месте несмотря на то что ввязались просто площадь какую-то там вокруг враги все все взяли добычу не уничтожили все собрали всех убили ранений не получили вернулись домой лауды красный туман включил нет так мы не ускоряем проникновение мы начинаем операцию у нас 6 леммингов и ниндзя мы сразу раскрыты но ниндзя то не раскрыть у него маскировку будет и он будет впереди планеты у нас бежать вперед и смотреть если там враги или нет ну и соответственно выбирать говорить какой путь выбрать да и в целом тут народу много с нашей стороны мы можем если что даже посражаться ну не хотелось бы хочется ну хочется конечно и посражаться и в первую очередь эвакуировать инжа и лишь на старте это прекрасный подгон эвак очень близко так где мне ниндзя то я не взял нельзя что как миша алло алло как а я тут уже ухожу да нет давайте попробуем папа воевать немножко ну подкрепа пока нет мы можем себе позволить ради экспы на на айда бонич айда сукин сын by the numbers on the moon труси поой ой труси поой труси поой ооооо шикардос ну слушайте как бы ниндзя то я не нужен для этой миссии получается да Помним, что на эту миссию отправилось 7 леммингов 7 леммингов Они спасли випа И они должны вселыволапнуться Отлично Только Боннич легкое ранение получил Но для Боннича это легкий испуг Могло быть значительно хуже